Официальный рынок в последние годы не радует большим разнообразием бюджетных автомобилей. Все всё понимают. Ситуация, однако. Но даже с бешеным ростом цен на вторички ситуация более обнадёживающая. В диапазоне 500-600 тысяч рублей можно найти и надёжные варианты, о которых мы сегодня и расскажем. Пятую строчку рейтинга получает Ford Focus 2. За сумму в 500 тысяч вполне можно найти отличный вариант рестайлинга года 2008-2010. В 2008 Focus пережил рестайлинг. Изменения оказались в основном внешне и не затронули технику. И это, наверное, к лучшему. Моторы и коробки у второго Focus оказались неплохими. Да, есть, правда, и в их прекрасной семье парочку родов. Это 1.8 с коробкой AB5, которая для этого мотора оказалась слабенькой и умирала иногда даже до того, как сам мотор начинал литрами жрать масло. Но к остальным агрегатам никаких претензий. В целом у автомобиля отличная управляемость, манёвренность и ходовые качества. Но склонность к коррозии есть, и этого недостатка нам не скрыть. Действительно, даже по сегодняшним меркам тут есть многое. Автомат, двухзонный климат, обогрев форсунок, лобового стекла и зеркал, электрозеркала, ABS, охлаждаемый бардачок, парктроники, кожаная руль, круиз-контроль и так далее. Да, конечно, современные машины бывают и богаче, но Focus был построен далеко не для бояр. А кроме того, он совсем не такой одноразовый, как его современные одноклассники. И единственный серьёзный недостаток – это возраст, ну и цены на оригинальные запчасти. Кстати, о запчастях. И лучше всего это делать выгодно и у официальных дилеров, особенно когда у них горят планы и есть неплохие скидки. В гаражах у дяди Вась тоже, конечно, неплохо, но если ценник адекватный и есть заказ-наряд, то почему бы не воспользоваться предложением официалов? Для этого достаточно зайти на сайт компании Autospot и выбрать самое выгодное предложение. Они уже всё за вас собрали воедино и соединили в одну большую карту. Ищите максимально выгодную цену и экономьте 5, а то и 10 тысяч рублей на базовом обслуживании. И это абсолютно бесплатно. Ссылка будет в описании, но мы вернёмся к рейтингу. Четвёртое место и Opel Astra H. И тоже примерно 10-11-летний автомобиль. Обычно при выборе модификации бывочной машины действует простое правило. Бери самый слабый атмосферный мотор и механику. Точно не сломается. Увы, но с Opel Astra H эта формула не работает. Количество версий двигателей и коробок просто огромное множество. Из КПП рекомендую старую добрую AF22. Она же Aisin AV5040. Встречается с мотором 2.2, имеет ресурс, сравнимый с ресурсом самой машины. При условии, что функция автонейтраль отключена вовремя. В остальном такая комплектация требует своевременной замены масла и аккуратной эксплуатации. Если всё-таки надумать покупать именно Opel, то рекомендую найти автомобиль с минимальными повреждениями кузова. Да, это банальщина, но уж больно много машин, буквально обмятых по кругу и кое-как восстановленных. А Opel Astra H это не тот случай, когда всё равно сгниёт. При удачной выборе можно наслаждаться машиной ещё долгие годы. Запомните это и мотайте на ус. А мы едем дальше. Чуть выше расположился Renault Megane 3. Очень интересный автомобиль в нашем списке. А знаете, почему он стоит меньше, чем должен? Относительно плохое мнение о втором поколении очень положительно сказалось на ценах на поддержанное третье. По итогу автомобиль довольно быстро обесценился. Хотя и значительно улучшился по сравнению с предшественниками. Да, вы можете найти некоторые недостатки, но они больше связаны со скрипом пластика, чем с реальными проблемами. Суммы в пределах 500-600 тысяч позволят рассмотреть различные варианты. Но логично, что чем больше денег, тем шире торговый диапазон. Несмотря на широту моторной гаммы у Megane в мире, у нас она состояла из тех же агрегатов, что и на Fluence. Движок на 1.6 K4M на 106 лошадей до рестайлинга. И H4M на 114 лошадей после рестайлинга. А также двухлитровый M4R на 137 сил. Иными словами, выбор здесь пусть и небольшой, но беспроигрышный. Даже покупка 10-летнего Megane с мотором K4M не сулит больших проблем. Это простой старый чугунный движок с потенциальным ресурсом более 400 тысяч километров и хорошей ремонтопригодностью. Да, и к подвеске вообще никаких проблем. Всё работает как нужно. По коробке рекомендуем механику. Да и вообще, по итогу Megane отличный вариант, заслуживающий бронзу нашего рейтинга. Вторую строчку почётно занимает Honda Civic 8. Дизайн кузова автомобиля выделяет его среди моделей и делает ещё более привлекательным. Только цело таких автомобилей по пальцам пересчитать. Но мы-то сдаваться не будем. Поищем. Лучший выбор двигателя 1.8 на 140 сил. Де-факто ставший стандартом для Honda Civic в России. Ничего кроме похвалы и восторгов он не вызывает. Во-первых, он исключительно надёжен и имеет ресурс минимум в 250 тысяч. Единственное, мотор нуждается и в периодической регулировке клапанов, поскольку конструктивно не имеет гидрокомпенсаторов. А ещё владельцев по большей части устраивает экономичность. Оценки конкретных цифр могут разниться весьма существенно, ведь и манера вождения у всех разная. Но в целом всё сходится на том, что Civic не страдает избыточным аппетитом. Даже в пробках около 8 литров. Правда, робот лучше обходить стороной. Да и жёсткость подвески отмечают даже те, кто за водительские эмоции, динамику, надёжность и великолепную устойчивость на дороге готовы просить модели любые прегрешения. Поэтому тут выбор за вами. И это не горячий хэтчбэк, какой-то выдающейся динамики ждать не стоит. Двигатель атмосферный, никаких вам турбин. Зато это старая добрая Honda. Жёсткая и логичная в управлении как карт. Надёжная и безотказная, как автомат Калашникова. Ну вот оно и первое место. И это Volkswagen Golf 5. Моторов для Golf'а предлагалось много. Но в нашей стране самым популярным был бензиновый агрегат 1.6 MPI. По сути, это слегка переделанный восьмиклапанный агрегат ещё с четвёртого Golf'а. Мотор отличается неприхотливостью и может спокойно работать на 92-м бензине. А ещё обслуживание двигателя 1.6 довольно недорогое. Здесь применяется одна катушка зажигания, а привод ГРМ работает от одного ремня, где при замене нужно менять только лишь один ролик, а не несколько. При мощности в 102 л.с. машина тяговитая на низах, правда динамика не отличается. Ресурс движка не меньше 350 тысяч километров. Коробка передач в пятом Golf'е чаще всего механическая, с ней проблем практически не было. Чёткость переключения близка к идеалу, а сцепление без проблем может отходить 150-200 тысяч километров. Поддержанный Volkswagen Golf 5 хорош во всех отношениях. На наш взгляд, с точки зрения удобства, эксплуатации и надёжности, лучшим выбором будут версии на механике или с шестиступенчатым классическим автоматом с мотором 1.6 MPI. Дизель также неплох, но работает довольно шумно. Да и всё-таки, Golf – это образцовый немецкий автомобиль. Взвесьте все за и против, сделайте выводы и порадуйте себя надёжным автомобилем за полмиллиона или чуть больше. Субтитры сделал DimaTorzok